Согласно проекту программы «Жилье для российской семьи» в период с 2014 года по 2017 должно быть построено 25 миллионов квадратных метров жилья по всей стране. Причем эти квадратные метры должны идти по сходной цене, не выше 30 тысяч рублей за квадрат, если рыночные цены в регионе ниже, не дороже 80% от их уровня. Таким образом предполагается дать возможность купить квартиру тем сотням тысяч российских семей, которые сегодня в силу нынешнего ценообразования этого сделать не могут. Однако озвученная стоимость 30 тысяч за квадрат уже вызывает вопросы у застройщиков. Уложиться в нее будет сложно. Сегодня строительная себестоимость у нас находится для разных конструкций, о чем мы с вами говорили. То есть монолитное домостроение, кирпичное и панельное, я думаю, находится в пределах 32-36 тысяч за квадратный метр. Это строительная себестоимость. Когда мы с вами начинаем добавлять технические условия, плату за подключение и стоимость земельного участка, это уже подходит к 40 тысячам рублей. Если государство выступает в роли заказчика на жилье, заказчика этого строительства, платит за это жилье 30 тысяч, но видимо само же и строит. То есть в этом смысле на полностью замкнутом производственном цикле, вообще полностью, при условии, что у тебя земля бесплатная, инфраструктура бесплатная, теоретически каким-то образом можно выйти на такие цены по оконцовке. Тогда государство должно само сказать, я буду строить, я буду за эти цены продавать, кому хочу. Если оно говорит вот так, ты строи, ты продавай, то, во-первых, какие у меня стимулы продавать. Соответственно, получить прибыль с этого жилья, считают застройщики, будет затруднительно. А раз так, то участвовать в этой программе у них нет интереса. Тем более, что выделение бюджетных средств в первоначальном варианте программы не предусматривается. Возможно, государство будет финансировать коммуникации. Также выходом может стать разрешение застройщикам получать прибыль иным способом. Реализация такой программы, возможно, при условии какого-то частичного предоставления жилья по льготным ценам в каком-то конкретном объекте. То есть в каком-то отдельном доме, например, я могу продать квартиру 2-3 по 30 тысяч, остальные по 40 или 50 или 60 или так далее по среднерыночной цене. Эта программа реальна. Если государство предложит и найдет паритет с застройщиками, вот я еще раз говорю, по проценту разделения, если хотите, так, возведенного жилья между выкупаемым государством или муниципалитетами и оставшейся частью, которую застройщик может на свободный рынок. То есть он будет строить по себестоимости или может быть даже немного в ущерб себе вот эти квартиры, которые пойдут по этой программе по цене 30 тысяч квадратных метров и, соответственно, доберет и получит прибыль на второй части. Что касается площади будущих квартир, которых за массовость и доступность уже прозвали путинками, по аналогии с хрущевками, то в первоначальном варианте звучала цифра 18 квадратных метров. Однако по последним данным площади все же расширили 18 квадратов на человека. В целом минимальная площадь квартиры должна составлять 33 квадрата. Не такая это уж и маленькая норма. Давайте с вами вспомним, что в советское время у нас были и 6, и 9 квадратных метров на человека. Поэтому я считаю, что сегодня, наверное, 18 квадратных метров на человека это вполне разумная, адекватная цифра для, так сказать, площади, например, однокомнатная квартира для проживания двух человек без ребенка. Если взять молодую семью, площадью 36 квадратных метров совершенно нормальная площадь, на которой можно достаточно хорошо организовать свой быт. В общем, при определенных условиях такая программа принесет пользу, так как жилье сегодня позволить себе могут действительно далеко не все. Остается надеяться, что в окончательном варианте будут учтены интересы как застройщиков, так и населения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!